Надо учиться повторять молитву за тем, кто помнит о Боге, кого Солнце уже коснулось. Нас Солнце не коснует. Если бы Вас Солнце коснулось, Вы так бы не переживали по поводу своей жизни. Если бы Вы знали, что Вы творялись в прошлой жизни, Вы бы вообще не переживали о том, что Вы... Я не буду Вам это рассказывать, Вам от этого еще хуже будет. Лучше просто помнить о Боге, и весь этот кардабалет надо просто сжечь. Не надо вот это все перемалывать, думать об этом. Вы зря теряете время, понимаете? Это надо просто сжечь все. Потому что часто человек совершает глупости, потому что он вовлекается в какие-то ненужные процессы, в какие-то вещи, которые как-то не тем путем пошел человек в жизни просто. Вовлекся в какие-то там процессы, там всех порвал, всех победил, как бы, а потом за это же отвечать приходится в следующую жизнь. Вот и отвечает. Поэтому нужно просто идти вот этим путем, который рекомендует Священное Писание. Слушать тех, кто молит с Ним в одиночку, в одиночку память о себе преобладает. Нужно взять наставника старшего, включить его голос, и начать вместе с ним слушать его сильно, повторять молитву, слушать его, постепенно сердце успокаивается, успокаивается. И Веда говорится, ну, как океан страданий превращается в лужицу от терячего копытца. Вот вся ваша жизнь, океан страданий превращается просто в то, что это недостойно памяти моей. Ну, то есть вы чувствуете, что все будет хорошо, как бы, все это в прошлом, все это пройдено. Это результат памяти о Боге. Субтитры создавал DimaTorzok